Здравствуйте! Меня зовут Христина, да, я актриса, актриса-кукольница, работаю, как уже сказали, в театре куклы и актера-скоморох. И наверняка у вас сейчас возник вопрос, а при чем здесь актерство и химия? Но вы же знаете, что в мире существует понятие, словосочетание «химия чувств». Я не могу сказать, что я с детства мечтала стать актрисой. Да, пела, танцевала, занималась в театральной студии, но именно в театр меня привела случайность. Я влюбилась. И как это бывает в подростковом возрасте, безответно и по уши. Мой избранник поступал в театральный институт, и я, конечно же, пошла за ним, забросив свою детскую мечту стать учительницей младших классов. И я с треском провалила вступительные экзамены на драматическое отделение. Я поступила на специализацию артист-театра «Кукол». И тут закрутилась, завертелась. Я уже через пару месяцев забыла о причине своего поступления в это учреждение. И меня полностью поглотил, погрузил этот удивительный мир, полный страстей, переживаний, эмоций, новых для меня ощущений. И я для себя открыла эту новую и суровую кукольную сказку. Бытует мнение, что куклы — это только для детей. И нам, важным, умным, взрослым, это не нужно. Это вообще неинтересно. Но почему при одном лишь взгляде на ребенка мы начинаем себя иначе вести, по-другому говорить? Мы можем даже вспомнить парочку своих каких-то детских игр, но вовремя себя одергиваем, говорим «нет, мы взрослые, нам так себя вести не пристало», и идем, конечно, дальше по своим безгранично важным и нужным взрослым делам. Нужно выполнить поручение одного, поручение другого. Дом, работа, дом, работа, дом. Никого не напоминает. И если в детстве мы играли в куклы неосознанно, то сейчас мы сами делаем все возможное, чтобы к нам привязали эти ниточки. Правда ведь? Ну, что я хотела дальше сказать. Но мы же при этом продолжаем чувствовать и воспринимать. Точно так же и они, настоящие куклы. Они могут сделаны быть из совершенно любого материала. Гипс, картон, железо — это не важно. Но они живут, они чувствуют. Ну, конечно, не сами. Это иначе было бы похоже просто на бред сумасшедшего. Есть мы — кукловоды. И если ты поверишь, что этот кусочек ткани или папье-маше может жить, так и случится. Но одной веры здесь недостаточно. Не может же, например, продавец сказать «я верю, что я могу делать операции» и пойдет в операционную. Без соответствующего обучения, знаний этого не случится. Профессия артиста, артиста-кукловода — это такой же труд. И физический в том числе. Потому что вес одной куклы в спектакле может достигать двух, пяти, десяти килограмм. И за один спектакль через мои руки может пройти не она одна. И работать приходится частенько в совершенно неудобнейших положениях. На коленях, скрючившись в три погибели, с поднятыми над головой руками. И даже все это вместе. Это уже как режиссер захочет. И главное, что зритель не должен ни в коем случае заметить, какие неудобства стоят за этой красивой картинкой. И твой голос ни в коем случае не должен дрогнуть. Даже если ты уже сорок минут стоишь с вытянутыми над головой руками с тяжеленной куклой и обливаешься потом. Точно так же на одной кукле могут стоять не один человек, а два, три, пять. Соответственно, он держит один голову, другой ручки, третий ножки. И здесь артисты должны не просто механически выполнять какие-то движения, они должны просто слиться воедино, жить одним дыханием кожи, чувствовать настроение партнера. Иначе чудо не произойдет. Будет просто деревяшка, которая дрыгает ручками и ножками и беспорядочно открывает рот. Зритель ей не поверит. А иначе, как донести то, что мы хотим сказать посредством этого нашего инструмента до зрителя? И опять к нам на помощь приходит вера в предлагаемые обстоятельства. Нужно эту историю сначала пропустить через себя. И только тогда ты сможешь управлять этой непослушной куклой. А почему непослушной? А потому что они умеют мстить, как ни странно, как и люди. Серьезно, это даже не шутка. Просто среди кукольников существует такое поверье, например, что куклу нельзя складывать лицом вниз, то есть в пол. Ну вы же сами лицом в пол себя не кладете, правильно? Просто за небрежное отношение, за неаккуратное обращение. Например, во время спектакля у нее может отвалиться рука, нога, голова. Был такой тоже случай. Хотя на репетиции все было в порядке и цело. Вот так вот. То есть заботу в любом случае проявить никогда не помешает. Точно так же и с людьми. Также существует еще момент притирки. То есть когда ты впервые берешь новую куклу в руки и начинаешь проверять ее возможность, ее механику, словом, что она может, с помощью каких элементов она может общаться со зрителем. И только после этого, когда этот этап пройден, начинается самый настоящий круговорот действий. Ты свои чувства вкладываешь в куклу. Кукла своими средствами передает их зрителю. Зритель их принимает и свою энергию отдает к нам обратно на сцену. И этот круговорот может продолжаться просто бесконечно. И остановить его может только антракт. И сейчас театр кукол — это мир неисчерпаемых возможностей. Он очень развивается. И неудивительно, что его стремятся изучить, покорить большинство людей, большое количество. Не только дети, взрослые в том числе, даже больше, наверное, их часть. И многие стремятся его изучить, потому что возможности куклы безграничны в сравнении с человеческими. И поэтому моя детская мечта стать учительницей в какой-то степени осуществилась. Сейчас помимо театра я преподаю в детских студиях, преподаю актерское мастерство детям. Иногда даю мастер-классы по изготовлению театральной куклы. Но, к сожалению, не у большинства родителей есть возможность поддерживать такие увлечения детей. И у меня есть цель, желание в будущем создать свою доступную детскую школу театрального искусства. Куда будет открыт путь всем детям, которые хотят изучить, покорить этот новый, удивительный и безграничный мир, полный разных возможностей. Вот так вот у меня, как в пробирке, если привязывать к нашей сегодняшней теме, смешались, наверное, счастливая случайность, любовь к сцене, вдохновение. И все это переросло в увлечение всей моей жизни. Но химия, да, это очень сложная наука. Точно так же, как и химия наших чувств и эмоций, очень непростая. И в конце своего выступления вы, наверное, хотите узнать, увидеть своими глазами, вживую, то, о чем я так долго рассказывала. Хотите или нет? Тогда встречайте бурными аплодисментами мою помощницу. Она без аплодисментов не выходит. Можно еще погромче? Серьезно. Зовут ее Капитолина Анатольевна. И она будет очень рада каким-нибудь вопросам. Что вас интересует, не волнуйтесь, задавайте. Ей очень много лет, и мы ходим только парой. Аплодисменты. Так, здравствуйте. Ну, вы меня что позвали-то? Здравствуйте. Угу, угу, молодцы. Ох, какие красивые. И что, молчим? Что, молчим? Что, молчим? Я же сегодня утром в зеркало смотрелась. Почему страшно? У тебя вопрос есть, девочка? Страшно ей. Хм, глупости какие. Но! Какие оригинальные люди собрались. Дела у меня прекрасны. Как видишь, я сижу на железном поручне, от которого я могу свалиться в любой момент. Еще вопросы? Куда они вылезли поездки? Хо. Я даже поближе к вам. Я обожаю поэзию. Пушкин! Давайте процитируем Пушкина. У лукоморья дуб. Золотая. На дубе. Что? Вы просите меня процитировать какого-нибудь поэта? Люблю ли я поэзию? А сами? Не стыдно? А мне стыдно. Следующий. Вот там вот множество людей сидят, пьют чай с кексиками, меня не угощают. Так вопросы хотя бы у вас есть? А в ответ тишина. Ну? Все? Что? А? Чувства. А? Откуда? От верблюда. Что? От верблюда. Ну правда. Честно. Не веришь? Ну еще бы не верит он. Я тебе в не поверю. Тут еще устрою тебя тут. Не верят они. Все. До встречи. Я надеюсь, я вам понравилась. Я же причесывалась. Пока.